Сегодня Сергей Владимирович с нами поделится информацией о том, как выстраивать взаимоотношения с нашими детьми, дошкольниками, и ответить на наши вопросы. Сергей Владимирович, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день ещё раз. Александр меня уже представил, давайте тогда мы начнём вот с чего. Я хочу, чтобы те, кто сейчас меня слышит, написали, какого возраста у вас дети. И заодно я увижу, что вы меня хорошо слышите, раз отвечаете на этот вопрос. Какого возраста у вас дети? У кого два, у кого пять, шесть. Пожалуйста, пишите их в чат, и мы продолжим. Так, давайте мы все активно напишем. Я вот тоже напишу, потому что у меня у самой двое прекрасных сыновей. Шесть лет, ага. Так. Шесть лет, ага. Ну, уже такие довольно большие взрослые дети. А я могу? А что, я не могу отправить? Вот я попробую сам написать. Вот. У меня получается написать. А у меня не получается, да. Почему-то. Там внизу должно быть поле для комментировать. Да, ну, я вроде как бы туда нажала. Ну, ладно. Я тогда не буду писать. У меня пять с половиной и девять лет ребятишкам. Ага, пять с половиной и девять. Ага, понятно. Ну, довольно взрослые дети. Я хочу сказать, что эту тему детскую я знаю и профессионально, и лично. Потому что у меня тоже два ребенка, которые когда-то проходили дошкольный возраст, и школьный, подростковый, и все это. Ну, сегодня мы сосредоточимся именно на дошкольном возрасте. Какой у нас регламент? Примерно полчаса я буду рассказывать кое-что, какие-то, как мне кажется, ключевые темы. Потому что информации очень много, и мы не можем все разобрать. Хотя бы, знаете, опорные пункты, что вот это важно, вот это важно, вот это важно. Ага, да, да. Если у вас отложится в голове хотя бы один-два этих пунктов, вы будете сходить из них. Уже хорошо. Примерно полчаса, минут 35 на теорию. Потом у нас уже есть вопросы, готовые вопросы, которые нам послали. Ну, если у вас будут вопросы, вы пишите, насколько я успею, я отвечу. И в конце будет небольшое объявление. Вот примерно так. Поэтому, если у вас появляются вопросы по уходу прямого эфира, пожалуйста, записывайте их, чтобы в конце обязательно успеть задать. Окей. Ну, а теперь история. История, с которой я хочу начать наш прямой эфир. Как-то раз Бухарский мир сидел в компании Хаджи на Средина, это известный среднеазиатский мудрец, и похвалялся, спрашивал Хаджи. Скажи, Хаджа, я такой славный, солнцеликий, и враги меня боятся, подданные, подчиненные, и боятся, и уважают, низко склоняют головы. Есть ли кто-то могущественнее, чем я? Хаджа посмотрел на него и сказал, ну, Эмир, если хочешь знать, я тебе сейчас покажу. Эмир очень удивился, но сказал Хаджа, давай. Хаджа пошел, и через некоторое время пришел с маленьким, одним из младших сыновей Эмира, которому было что-то около трех или четырех лет, привел его, тот бросился к папе в объятия, папа стал с ним играть, и через некоторое время ребенок сказал, папа, я хочу пить. Эмир кивнул рукой, и тут же кто-то из слуг помчался, принес теплого молока, принес, ребенок хлебнул молока, сделал недовольное лицо, и сказал, я не хочу молока, я хочу воду. Тут же принесли воду, ребенок хлебнул воды, и потом сказал, нет, я хочу и молока, только не такого. Отец почесал голову и сказал, может быть тебе разбавить молоко? Да, да, сказал сын. Он взял эти два стакана, слил, дал сыну разбавленное молоко, сын хлебнул, и капризно стал конючить, нет, это я тоже не хочу, раздели, пожалуйста, обратно молоко и воду, лучше так я буду пить. Эмир схватился за голову. Аджа потихонечку взял ребенка, как-то отвлек его, увел из комнаты, вернулся к Эмиру. Да, мне все понятно, сказал Эмир. Теперь мне все понятно. Вот. Вот такая история про могущество, и если мы говорим про это, то да, эта история дает вот этот миф, показывает нам тот миф о том, что дети, особенно маленькие дети, часто правят в семье. Есть даже французское выражение ребенок-король, то есть ребенок, который забрался на верхушку иерархии, и вся семья крутится вокруг него. Так вот, давайте сразу, давайте сразу, мы будем говорить и про правильные вещи, и про ошибки. Понятно, что маленький ребенок требует очень много внимания, и его, о нем нужно заботиться, тут никогда не бывает слишком много любви. Но вот эта ситуация, когда ребенок находится во главе иерархии, это ситуация патологическая, потому что она потом, и в тот момент, и чуть позже, она приведет все к большим и большим проблемам. Я неоднократно принимал семьи, в которых ребенок был, как это называется, в русском языке, поставили на божничку, так говорят, когда на ребенка молятся. Ну, пока маленький еще ничего, а потом уже, когда большой ребенок, начинаются серьезные проблемы. Или с наркотиками, или с отклоняющимся криминальным поведением. Ну, или если это девушка, она обычно уже рано забеременела. Вернемся к нашим дошкольникам. Давайте скажем вот что. Вообще, развитие детей, и особенно дошкольного возраста, это такая динамика. Она должна быть, по идее, плавной. Когда ребенок рождается, вначале это тотальная привязанность, ну, к маме, потом к родителям, к семье, может быть, если есть бабушка, дедушка. Но дальше ребенок растет, развивается, и он должен потихонечку отходить в сторону. Вот эта привязанность меняется на такую пропорцию привязанности, свобода-привязанность, свобода и самостоятельность. То есть, вот наше нормальное развитие, это потихонечку уход от полнейшей привязанности, беспомощности к самостоятельности. И если мы можем воспитать ребенка так, чтобы ребенок мог справиться без нас, это такое нормальное жизненное воспитание. Вот это главный принцип, что вначале ребенок, да, он биологически беспомощен, он находится рядом с мамой, но постепенно ребенок должен все больше и больше самостоятельность набирать. Вот это ключевая идея. Вот это ключевая идея, что если мы с одной стороны нарушаем вначале привязанность, там, где ее много, мы отталкиваем ребенка, не даем ему телесного признания, я про это тоже чуть позже скажу. Это плохо, это создает ощущение у ребенка никчемности, небезопасности, вот это глубокие психотравмы, которые мы потом, мы специалисты, лечим. С другой стороны, если мы рушим самостоятельность, а это тоже очень часто встречается, когда ребенка поднимают вот сюда, когда реагируют на его первый писк, бегутся удовлетворить любую потребность сразу, это тоже плохо. Потом ребенок тоже беспомощный, он не знает, как действовать самому, он все время ждет, что кто-то за него все сделает. Надеюсь, что эта идея понятна. Если понятна, отправьте какой-нибудь плюсик, значок в чат, чтобы я видел, что хоть кто-то меня слышит. И мы идем дальше тогда. Вот динамик. Когда ребенок рождается? Да, давайте. Вопрос? Нет, я просто смотрю, что нет плюсиков, хотела сказать, что я думаю, что идея понятна, ну просто все, наверное, ее переваривают. Все, наверное, переваривают. Да, нет, все-таки ответы есть, я вижу. Спасибо. Теперь про первый год жизни. Даже если у вас дети взрослые, ну может быть, у вас будут еще дети, а может быть, своим детям расскажете. Да, помогают знания, особенности развития, конечно. Теперь давайте про первый год жизни скажем. Вот с психологической точки зрения это ключевой год. Если коротко, это тот год, во время которого ребенок напитывается любовью. Напитывается любовью. И еще до слов, до словесного восприятия ребенок делает базовый выбор или получает базовое впечатление. Их всего два. Первое, со мной все в порядке. Второе, со мной что-то не так. Со мной все в порядке, это тогда, когда ребенок получает достаточно любви. Причем, в этом возрасте любой воспринимается детьми через тело. Все вот эти вещи, когда ребенка носят на руках, кормят грудью, когда с ним играет, его шлепают, купают, подкидывают в воздух, щекочут и так далее, и так далее, это все то, вот эти прикосновения. Разговаривать с ребенком, да, может быть, ребенок не может отвечать словами сознательно, но он все равно как-то пищит, улыбается, проявляет эмоции, как-то огукает уже. Вот это общение, которое, каждый жест, каждое прикосновение, каждая секунда внимания, которую получает ребенок, это то, что дает ребенку впечатление, что со мной все в порядке, меня любят, и меня воспринимают, так, значит, и дальше будет хорошо. И вот, если этот первый год пропустить, потом бывает требуется, ну, много-много усилий, чтобы вот этот базовый дефицит восполнить. Но когда этот первый год есть, достаточно насыщен, здесь любви никогда не бывает слишком много, про терпение скажу чуть позже, любви никогда не бывает слишком много, то тогда ребенок получает заряд на всю последующую жизнь. И потом могут быть серьезные, драматические, трудные события. И основываясь на этом фундаменте, ребенок сможет более благополучно прожить это, чем если бы этого заряда не было. Теперь про терпение. Терпение, это тоже важная часть, это подготовка к самостоятельности. Она означает, что мы не, да, вот здесь тоже нужно найти баланс, что мы не пренебрегаем ребенком, но начинаем создавать иногда, да, вот так, вначале чуть-чуть, прям маленькими вкраплениями, потом побольше, побольше, какие-то паузы, когда ребенок, допустим, пищит, машет ручками, лезет куда-то, недоволен чем-то, у него мокрая пеленка, то есть он дает знать, что ему сейчас нужно внимание, и мама делает небольшую паузу, вначале на секунды, потом может быть на несколько секунд, несколько десятков секунд, ну, по мере того, как ребенок растет так, чтобы ребенок понимал, что есть неудовлетворенная потребность, она будет удовлетворена, и все в порядке, что меня все равно любят, меня опять берут на ручки, целуют, обнимают и так далее, все, что мне нужно, сменить пеленку, покушать, я получаю, или может быть я хочу вылезти, да, из этого манежика, там ползать, я это получаю, но не сразу, и я смогу это пережить, то есть опять же, еще дословесное понимание того, что есть некоторый дискомфорт, который я могу претерпеть, и я с ним справляюсь, потому что я знаю, что в конце будет благополучное завершение, вот это тоже очень важный момент, мы учим ребенка терпению, который является составной частью самостоятельности, потому что если все по первому писку, ну, вот любое чрезмерное, любая избыточность, она становится, в любом возрасте для всех людей, любая избыточность, она является скорее проблемной, чем решающей проблемой, так и здесь, если все время сразу удовлетворяется, ребенок не может ждать, или он даже не знает, каково это ждать, потом в будущем он обязательно встретится с огромным разочарованием, когда некоторые его потребности, желания будут, будут не удовлетворены сразу, или вообще не будут никак удовлетворены, и это будет для ребенка огромный крах, если он привыкает от самого младенчества, что чуть-чуть я могу подождать, теперь я вырос, я могу подождать чуть-чуть больше, чуть-чуть больше, что пока мама бежит ко мне из кухни, или может быть не сразу бежит, а там что-то свое доделают, я могу себя занять на какое-то время, на десятки секунд, на минутку, чуть попозже, к трех-четырехлетнему возрасту, к трех-четырехлетнему возрасту, это может быть уже 20 минут, и 30 минут, когда ребенок сам может спокойно играть, иначе получается вот эта ситуация, когда весь первый год прыгали, бегали вокруг ребенка, да, это хорошо, но если нет этого задела, потом начинается, что ребенок все время, мэма, мэма, мне скучно, мэма там, или папа, вот это, ребенок все время неотрывно требует внимания, он что-то делает, взрослый все время бросает свои дела, бегут к нему, ребенок опять недоволен, начинается раздражение, то есть когда ребенок не способен остаться один, хотя бы на некоторое время, то есть эту закладку мы делаем уже в грудничковом возрасте, это тоже важно, это тоже важно, по чуть-чуть, крохотными капельками, так, чтобы это было переносимо, чтобы ребенок этот опыт тоже получал. Еще один интересный момент, еще один интересный момент, некоторые наши коллеги говорят, что ребенок в этом возрасте развивается через моторную активность, преимущественно через моторную, ну не только моторную я бы сказал, мы же помним, что дети лет до трех, до четырех, что делают, вот кто помнит? В рот тянет пол. Конечно, то есть они все на запах, на вкус, да, и они все время что-то хватает и тянут в рот, мне это пробуют на зуб. Так вот, российская традиция многолетняя, я бы сказал, многовековая, ребенка что? Пеленать. Еще есть курсы по пеленанию, как ребенка надо так спеленать, чтобы он был как коммэ, этот сверточек, чтобы не мог пошевелиться, мог только рот открывать, вложили ему в грудь, сейчас еда, все, положили тебя, спи давай. Есть другая идея, о том, что ребенка может быть не нужно пеленать, какой-нибудь подгузник нацепили, или просто на пеленки положили, если комфортная температура. Потому что, когда ребенок машет ручками, ножками, говорят, он испугается, там махнет ручкой, ничего подобного, не испугается. Он учится различать мое, не мое, он дифференцируется от окружающего мира, и его развитие идет быстрее, полноценнее. То есть, пусть как-то там хаотично машет, пробует вертеться, одели его в эти распашоночки, пусть лежит, ничего страшного. Но только что вы его, да, ноготки стрижете, чтобы он себя не поцарапал, ребеночек, вот, меняйте вовремя пеленки, пеленки, эти распашонки, если они мокры. То есть, когда ребенок двигается, его развитие идет, более качественно, что ли. Пусть двигается. Вот, я тоже поддерживаю эту идею, что пеленать сильно не нужно. Надеюсь, это понятно, да? Надеюсь, это понятно. Отлично. Что потом? Ребенок начинает выползать из кроватки, начинает всюду ползать, начинает становиться, начинает ходить. Это ключевое. Это вот, знаете, в первый год, в первые три года ребенок осваивает, наверное, процентов 70, если не 80, всех знаний, которые ему нужны будут в следующей жизни. Учится ходить, учится говорить, учится противостоять, учится противостоять. Ну, и вместе сходить, вообще учится владеть своим телом. Так вот, ребенок начинает ползать. Что здесь важно? Важно, опять же, создать безопасную атмосферу, чтобы ребенок не мог на себя уронить что-то тяжелое. А так, пусть ползает, пусть все трогает, грызет веник, ну и пусть грызет, ничего страшного не будет. Если мы начинаем все время все забирать у ребенка, это получается мир, который нельзя исследовать. Почему-то вот это любопытство, это, наверное, врождение, или склонность исследовать, это, наверное, врожденный инстинкт, инстинкта, который является основой познания мира. Что все вначале потрогать на зуб, понюхать, дальше потом попробовать разобрать, сломать, что-то из этого сделать, как-то сконструировать. То есть, это то, когда ребенок учится простейшим логическим функциям. Анализ, синтез, разобрать, сложить. И фантазия. То есть, сделать что-то, чего не существует, как-то там сыграть, сложить два компонента, чтобы приложить воображение и получить нечто новое. То есть, пусть ползает, пусть трогает все. Самое опасное убрали, розетки как-то закрыли, и все. Вопрос о безопасности здесь. Да, есть ключевые вещи, которые обеспечивают родители. Это безопасность ребенка. То есть, да, лезть в розетку опасно, выползать на проезжую часть опасно, пить уксус концентрированное опасно. Поэтому, если такие вещи есть, мы должны решительно забрать. Забрать, ребенка оттащить, приезжать к себе, может быть, там подержать. Нет, нельзя. Или это опасно, или нельзя. То есть, ребенок должен учиться некоторым ограничениям, которые устанавливает для него могущественное существо, родители. Потому что, если этих ограничений, хотя бы базовых, нет, тогда мир небезопасный. Ну, может быть, мы до этого сегодня на эфире доберемся. То есть, да, какие-то вещи мы делаем прямо, твердо, без всяких, ну, зачем ты туда полез, ты же знаешь, что это. Да, когда ребенку год или два, он, конечно, должен всюду лезть. Понимаете, должен, это нормальное поведение, что ребенок всюду лезет. просто надо его вовремя оттащить. Оттащить, там прижать, нет, это опасно, я тебя туда не пущу. Да, ребенок будет недоволен с одной стороны, но где-то глубоко внутри он будет знать, что родители его любят достаточно сильно, то есть, это вот та база, чтобы терпеть его неудовольствие. Что этим они делают? Он, может быть, не понимает здесь, но понимает здесь, что почему-то родители так решили, значит, это важно. Они так делают, они могут меня ограничить, они могут спокойно относиться к тому, что я тут пищу, закатываю истерику, там, сучу ногами в воздухе. Окей, все в порядке, родители сильные, если что, они могут меня защитить. Тогда у ребенка тревоги нет, потому что, если родитель начинает отступать перед истерикой ребенка, а дети в то время, когда учатся, они же как? Они тестируют, они тестируют, смотрят, что работает на родителя. Ага, истерика закатилась, работала. Все, теперь будем таким способом влиять. И каждый раз ребенок убеждается в том, что родитель беспомощен, а это означает, что родитель недостаточно силен, чтобы защитить, если что. А если что будет, это же опасно, вот такой огромный мир может быть небезопасен, поэтому ребенка растет тревога, ребенок начинает вести себя все более и более худшим образом, чтобы найти ограничения. И как раз к подростковому возрасту, ба-бах, торгуют с наркотиками, или тюрьма, или психиатрическая больница, ну, бывает так. Поэтому ограничения, это нормальные, которые сходят из безопасности и из любви к ребенку. Я надеюсь, эта идея тоже понятна, что мы это тоже делаем спокойно, с любовью, да, и на поверхности неудовольствия у ребенка, но глубоко внутри это спокойствие. Сергей, у вас хуже стало слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Слышно ли меня? Ну, слышно, но плохо. Было лучше. Не знаю, с чем это связано. Не знаю. А вот сейчас, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Слышно? Ну, тиховасто. Сейчас, буквально 30 секунд, я выйду и вернусь. Ага. Пока Сергей ушел технический вопрос решать, я, можно, буквально две секунды прокомментирую то, что я мне близка очень позиция вот эта именно с точки зрения своего опыта взаимодействия с родителями и детьми. Потому что, к сожалению, частенько бывает такое, я наблюдаю, когда действительно родители приводят ребенка уже до школьника, ну, то есть, например, на подготовку к школе, и у них тревога, и у ребенка тревога, и, как бы, ну, очень сложно объяснить, что в школе-то будет еще сложнее. Вот, но это так, пока вы убегали. Девочки говорят, что все хорошо слышно, но, может быть, не знаю, у меня что-то со связью. Извините. Да. Окей. Ну, уже как есть. Как есть, так и будем продолжать. Да. То есть, ограничение – это часть жизни. То есть, ребенок понимает, усваивает и нормально развивается. И я бы сказал, что если мы смотрим на развитие ребенка, особенно в младшем возрасте, можно смотреть на него как на кенгуренка. Да. Вот эта метафора, что кенгуренок, он вроде прыгает, травку щиплет, но если какая-то опасность, он бежит, прыгает к маме обратно в сумку, высовывает мордочку, безопасно, можно опять вылезти. И он постепенно отдаляется все дальше, дальше, а потом наступает момент, когда он уже не влазит в сумочку. Ну, если такая метафора понятна, так же и с нашими человеческими детьми, что ребенок должен осваивать все больше и больше пространства, больше и больше действий, возможностей, каких-то видов активности, но знать, что если что, он всегда может вернуться к родителям, спрятаться за мамину ногу, оттуда так выглянуть, безопасно выйти на шаг, если что, нырнуть обратно. Но постепенно он растет, и эти эпизоды, когда надо прятаться за родителей, их все меньше и меньше, и наступает тот момент, когда ребенок понимает, что теперь я сам, без родителей. Первый кризис, где-то 2-3-4 года, когда ребенок осваивает, какие моторные навыки, ну, например, сам одеваться, сам собирать сумочку себе, сам ест. И вот это я сам иногда бывает просто ужасным, невыносимым, когда ребенок копается, давай скорее, давай быстрее, ну что ты там, это... Вот смотрите, опять же, здесь важно, чтобы ребенок почувствовал всю прелесть самостоятельности, что вот я сам сделал. Я по своим детям помню, когда они учили шнурочки завязывать, не знаю, сейчас шнурки есть на детских ботинках или нет, или сейчас... Очень редко. Очень редко, да? А жаль, потому что это же моторная активность. Я использовал такой хитрый финт, мы учили завязывать шнурки с конца, то есть вначале они делали последние действия, то есть я первую часть делаю, они завязывали последний, ну, вот это последний узелок. Научились более-менее это делать, потом они стали делать два компонента вместе, первое и второе, первое и второе. Я помню вот это выражение на лице детей, когда вот я сам завязал шнурочки, ну, посмотри, это же... Да, да, вот. Какой еще здесь момент важен? Здесь мы можем переводить вот это удовольствие от того, что ребенок сделал внутрь ребенка, что не ты молодец, не мы тебя оцениваем, а тебе самому, как приятно, да, что ты это можешь. То есть тем самым мы помещаем самооценку, локус контроля внутрь ребенка. Это означает, что если мы так будем продолжать, то через какое-то время у ребенка формируется нормальная самооценка и нормальный локус внимания, что я хочу, я это делаю, не хочу, я это не делаю, да, с учетом, конечно, правил, которые существуют, а не то, что я все время делаю для того, чтобы получить вот это подтверждение с ней. Я молодец? Нет. Сказали молодец, ладно, на полчаса успокоиться, потом опять я молодец? Нет. Наверняка видели таких детей, которые все время ждут похвалы, одобрения, то есть они уже завязаны на внешней оценке. И это означает, что в будущем им легко манипулировать. Ну и сейчас, и уже потом. Они все время ждут вот этой оценки. Поэтому, как только наступает этот возраст, мы, когда у ребенка что-то получается, пусть криво, коряво, мы можем возвращать удовольствие внутрь, говорить, вот тебе же самому как приятно, да, здорово, что каким ты себя чувствуешь, да, то есть ты, не мы тебе говорим какой-то, да, ты сам это принимаешь. Тоже важный момент, может быть тонкость, но важный. И точно так же, когда в будущем ребенок школьник, когда он справляется с человеком, мы говорим, ну приятно же, понять, там, разобраться, научиться решать задачи, вот это приятно, ну конечно, приятно, да. Вот такая идея. Поэтому, когда ребенок я сам, конечно, здесь нужно много-много терпения родителям, да. Я всегда говорю, что было бы хорошо, если бы с рождением ребенка, вместе со всеми этими документами, выдали, да, ребенка на руки все эти документы, знаете, два мешка терпения, да, один маме, другой папе, вот вам два огромных мешка терпения. Если не хватит, приходите еще, да, выдадим еще, вот, да, терпение. Но если мы все время делаем все за ребенка, через какое-то время этот порыв сделать самому, вот это стремление к самостоятельности, ну гасится, гасится, и потом ребенок, ну ничего не хочу, а что сделать из-за меня, а что вы тут не приготовили, а что постель не заправили, ну мама, ты уже решила домашние задания или нет, давай-ка я спешу быстренько. И вот это самое, когда в 11 классе ребенок лежит, ничего не хочет, когда за него все делают, или он слишком много делает, это другая причина. И мы не знаем, что делать с таким ребенком. То есть, я сам, очень важно подкреплять, чтобы ребенок это делал. у нас был вопрос, ну не вопрос, а одна из тем, бывает такое, что ребенок не ест, да, вот трудно накормить, как быть с этим. Так вот, один из технических приемов, это привлекать ребенка к приготовлению еды. Я помню, когда мы со своими детьми лепили пельмени, и дети тоже садятся, и даешь лепешечку этот, немножко мясного фашина, лепешечка, они как-то лепят пельмень, потом прилипают к нему что-то еще из теста, не важно, потом, что мы можем где-то эти дыры залепить, но когда мы варим пельмени, достаем этот пельменек, вот эти пельмени ты делал, да все съест ребенок. Потому что он сам делал, он же, условно говоря, он как взрослый, одно из ключевых стремлений детей, это поскорее стать взрослым. Потому что ребенок в три года смотрит на этих малышей, которые еще не умеют ходить, ну так, с позиции превосходства, шестилетние дети смотрят на детей в младшей группе, тоже, типа, это малыши, да, ребенок, который пошел в первый класс, смотрит на тех, кто учится, ну, ходит в садик, типа, это еще малыши, а вот я уже хожу в школу, да, ну, и вот все время эта градация идет. То есть мы этим можем пользоваться, и таким образом вовлекать ребенка в любую деятельность. То есть один из приемов, да, ребенок, если участвует в приготовлении еды, он обычно потом ест. Мы так, забежали вперед. Ничего страшного, если ребенок начнет, потом бросит, главное он знает, что я хочу в этом участвовать, меня не обрывают здесь. Вот это самостоятельность, тоже важно подпитывать, выращивать. Трудный, сложный возраст, но тем не менее. И поэтому здесь мы исходим из того, что часто ребенку нужно больше времени, чем он предполагает, и даже чем мы. Поэтому делаем многие вещи с запасом. Не так, что, так, быстро в садик пора, все, стой, сейчас я тебя одену. Ну, выделяем специально эти 10 минут, чтобы ребенок сам оделся, как-то криво-коряво, ну, не там застегнул пуговку, ничего, зато сам. Да, все, все. приехали в садик. Надеюсь, эта идея понятна. Про я сам. Да? Ну что? Тогда мы идем дальше. Тогда мы идем дальше. Что у нас еще есть из такого, из важного? Из важного? Это мы, получается, проговорили про возраст до 4 лет, да, Сергей? до 4 лет. Да, до 4 лет и, ну, примерно так, до 3-4 лет. В принципе, дальше то же самое. Если ребенок 5 или 6 лет хочет помогать, хочет участвовать, это означает, что мы его не задавили, не перебили, вот эту инициативу, что мы ее поддерживаем. потому, что если ребенок не хочет ничего делать, не хочет нигде участвовать, не хочет ни в чем помогать, ну, скорее всего, мы своим нетерпением, своим перфекционистским взглядом обрушили вот это нормальное, инстинктивное, природное желание во всем участвовать и что-то делать. Поэтому, да, понятно, что ребенок, дошкольник, да, может быть, и младший школьник не все может сделать аккуратно. Когда ребенок готовит, там, и сахар просыпет, там, и муку рассыпет, там, что-то уронит, ничего страшного. Главное, что ребенок это сам делает. И потом, он сам же может убрать хоть как-то. Ребенок может даже где-то и полы помыть вместе с родителями, там, попылесосить. Так, но тем самым мы его вовлекаем в социальный мир. Сейчас кто-то скажет, что, ага, вот, кортый, вот, за эксплуатацию детей. Я не за эксплуатацию, а за воспитание. Пример. А лучше пример какой? Это действие. Это действие, да, которое мы позволяем. Вот. Что еще важно? Что еще важно? Иногда бывает так, что родители проводят вроде бы много времени с детьми, но это время, я бы сказал, он не особо качественный. То есть там, да, все время в смартфоне ребенок тоже там сидит в планшете, смотрит телевизор в смартфоне, там прибегает мама, мама так, не глядя на ребенка, ну или папа, или бабушки, дедушки, дяди, тети, глядя в смартфон, о чем-то рассеянно отвечают, контакта нет. То есть я здесь за ту позицию, что когда более-менее взрослый ребенок, ну относительно взрослый, он может подождать, пока родители заняты своими делами. Если мы общаемся с ребенком, очень важно, что спуститься на его уровень, прям физически, смотреть глаза в глаза и может быть поговорить пять минут, десять минут, полчаса, но чтобы это было внимание на сто процентов отданное ребенку. Ребенок получает эту порцию, потом опять уходит заниматься своими делами. Если ребенок все время ходит вокруг и говорит «Мэ, мэ, 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 по чем мне делать, а вот это, а вот это все время прибегает, это означает, что, скорее всего, качественного общения просто нет у ребенка. Он пытается вот эти вот крохи вымолить, выцарапать хоть как-то. А родители все время задержатся. Ну что, не знаю о чем. Да ему надо просто концентрированное внимание время от времени. Полноценное. Здесь лучше как, чем много, но качество вот черный день спускаемся на ребенка смотрим на ребенка потому что мы взрослый можем разговаривать с тем кто стоит на кухне моет посудой с кем-то общается и нормальный вроде бы это не все это прием ребенку нужно внимание на правду ребенок если не видит глаз напротив для многих детей для подавляющего большинства это означает нет общения просто поэтому смотрим разговариваем как со взрослыми такие дела еще один момент я хотел сказать одна из типовых ошибок это слишком опять же мы говорим про владшим возрастом 234 года слишком длинные сообщения нужно понимать что ребенка есть развитие ребенок осваивает объем информации которую может воспринять и речевой объем который может воспринять не все взрослые хорошо понимают длинные речи помните эту историю про спартанцев вы так долго говорили что мы уже забыли что было вначале забыв что было вначале мы не поняли конец вашей речи особенно если мы даем инструкции нам кажется иногда что ребенок с улицы пришел так все раздевайся здесь далеко не заходи раздевайся вещи клади на место потом идешь мышь руки потом иди в кухню и я тебе положу поесть и мы поедим пум 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 до внимание перескакивает внимание ребенка ограничено а что сейчас делать потому что начало уже забыл поэтому если мы видим что ребенок не справляется а маленькие дети скорее всего не справляется по компонентам вот здесь раздевайся вначале с ними шапочку шапочку с ним теперь снимай курточку по компонентам все разулся отлично теперь пойдем мыть руки руки помыл теперь пойдем за стол вот маленькими кусочками сможет два компонента вместе воспринимать мой руки иди за стол может пока не может не нам мы это видим что иногда дети прямо да я же тебе сказала особенно когда ребенок выполнять последние или предпоследнее указание допустим не разделся но уже идет я сказала раздеться разуйся почему ты с грязными ногами просто забыл вот это начал очень важно учитывать что объем ребенка объем внимания ребенка может быть ограничен и поэтому короткие речи простые короткие инструкции подрастет инструкция станут опять ну станут более сложными более длинными здесь надо сразмерять то как вы даете предписание ребенка как вы командуете что-то говорите сделать с тем как он это может воспринять ну и точно так же как все вот эти укоризненные речи который но почему-то опять я сколько раз тебе говорила ты разве не видишь что у мамы сердце кровью обливается что это за дети такие пошли вот зачем ты когда мы задаем эти вопросы восприятие ребенка буквально ребенок думает так ну почему я это зачем предыдущая информация потеряна почему я почему почему да что со мной не так вместо того чтобы сказать ну-ка вылези из лужи зачем ты опять в лужу залез почему ты в ней сидишь ну как почему любой нормальный ребенок должен залезть в лужу и сидеть было бы удивительно если ребенок не залез в лужу то есть если мы хотим чего-то конкретного от ребенка то мы даем маленькие короткие инструкции или чуть подлиннее если ребенок постарше говорим прямо позитивно то что нужно там выйди из лужи или обойди лужу потому что когда мы даем длинные предписания негативные предписания когда мы рассчитываем на сознательность ребенка задаем как бы даем ему косвенные указания все это плохо работает там говорят ну ребенок непослушный а что вы от него требуете ну я ему говорю чтобы он вел себя хорошо ну что значит вести себя хорошо но неужели это непонятно конечно непонятно понимаете то есть это вот те вещи которые как по кирпичикам мы даем строим из них фундамент совместного понимания совместного уважения когда мы доводим это доводим многократно показываем своим примером тогда ребенок это воспринимает несколько таких компонентов и вообще я хочу сказать что да да мы забываем что дети это дети я предлагаю на детей смотреть как некоторые наши коллеги говорят они говорят что надо полезно смотреть на детей как на знаете как на маленького звереныша что ли на котенка на кенгуренка на того же он милый ласковый он шаловливый непосредливый он такой по натуре он должен скакать прыгать лезть как в той песне каждом маленьком ребенке хоть мальчишки ходим девчонки есть по 200 грамм взрывчатки а быть может полкило должен он скакать и прыгать и махать ногами дрыгать иначе он взорвется трах-бабах и нет его вот эта песня точно точно ходить все такими должны быть наоборот если ребенок никуда не лезет не скачет не прыгает не шалит там что-то не затевает это подозрение что ребенок либо болен если он особенно сидит как-то гала без инициативно либо ребенка уже вот так задолбали что у него всю самостоятельность инстинктивную природную исследовательскую жилку просто задавили требуется усилий чтобы потом это опять восполнить вот такие дела мы смотрим на ребенка как на существо которое достойно уважения достойно внимания любви и заботы при этом она развивается вот это существо и разверять свои требования с тем как ребенок разум на данный момент потому что если мы тачим ребенка пятилетнего в театр на двухчасовой спектакль он через 30 минут начинает говорить не скучно я хочу пить сети я хочу пить силах вертится да так и должно быть пятилетний ребенок не может сидеть два часа подряд на одном месте не шелохнувшись шестилетний ребенок может не знать что через 10 минут он захочет в туалет и и поэтому надо будет искать какой-то костик или туалет и еще что-то это нормально всем этим навыкам дети учатся и взрослые учатся поэтому требования должны быть согласно развитию я знаете как профессионал всегда думаю про эти дурацкие новогодние утренники этих бедных детей загонят туда и вот это представление у них там два часа дети уже изнывают умные воспитатели и умные как это дед мороз снегурочка что делать они детей вовлекают в это представление то есть когда дети скакивают со стульчиков бегают прыгают там ходят хоровод это лучше но я помню вот когда ходил детский садик иногда было это все настолько нудно что уже не знаешь уже разрывает а надо сидеть положить ручки на колени это ужасно да еще и костюм нарядец какой-нибудь который весь чешется мешает ты в нем вспотел и и в общем да тут еще шикают на тебя сядь руки ровно юбку не задирай так далее да это ужасно для ребенка я считаю что не надо детей так мучить у нас слишком много вот этого взрослого пафоса который детям совсем не нужен совсем не вот то что касается таких моментов но еще давайте я кратко скажу да 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 не впечатляет то что дед дитиш внимательно не замечает это что дед мороза на руке часы наносит дед мороз часы зачем они ему кажется это дядька какой-то да просто бороду нацепил давайте еще скажу один момент и потом мы перейдем к ответам на вопрос информацию очень много ну что мы можем успеть за час только тогда голубом по европам по самым верхушкам что важно воспитание детей как я уже говорил на забота любовь границы соблюдение иерархии потому что дети никогда не равны родителям родители отвечают за детей они наоборот еще важно то как чувствовать себя родители фундаментальная вещь воспитания детей это то когда родители спокойно воспринимают свою родительскую роль родительской роли это означает что я понимаю что дети от меня зависит не я от них а дети от меня если у родителей есть какие-то что ну нет мы с ребенком дружим и с ребенком на наравне вот эта проблема не надо сваливать все на ребенка не надо ребенку все рассказывать делиться всем есть вещи которые недоступны должны быть для детей точно так же как у ребенка тоже должны быть какие-то свои тайны свое внутреннее пространство и даже внешнее пространство что вот это мой уголок те я могу себя вести так как хочу и никто сюда не лезет то есть это родительское отношение к родительской роли и если здесь что-то не так если родители говорят что ну вот я так обижаюсь когда он не слушать еще что-то означает что у родителя тоже свои какие-то дисбалансы есть своя неблагоприятная неблагополучная история которую я знаю что ребенок иногда будет недоволен что ребенок когда будет делать те вещи которые мне в голову не придут я удивлюсь ну и ладно что мы с этим нормально будем жить вот так ну что ж я так смотрю что у нас уже не так много времени буквально осталось давайте да у нас тут вопросы были для прямого эфира и я на них насколько смогу отвечу так первое был вопрос как создать дружеские доверительные отношения с ребенком вот я хочу подчеркнуть не дружеские отношения должны быть иерархические в любом случае дети находятся на этой ступенечке ниже с детьми не надо дружить доверительные да то есть мы можем с ребенком открыто говорить о многих темах когда-нибудь дошкольники о чем угодно ну кроме некоторых закрытых вещей которые ребенок не должен знать но не дружеские доверительные да когда мы не отмахиваемся от ребенка когда ребенок говорит допустим мы воспринимаем детскую реальность когда ребенок говорит что я боюсь допустим ребенок боится там спать один и говори там есть чудовище часто реакция это это приду было это фигня ничего там нет ребенок понимает что меня не слышат мою реальность не воспринимает серьез когда мы говорим что ну да слушай ты знаешь вот я когда был маленьким я тоже боялся потому что у меня были какие-то и друзья которые были у меня воображениях никто не видел но я-то с ними разговаривал и даже чудовище было который прятался не до под кроватью я его боялся но есть хороший рецепт я тебе скажу есть рецепт который я тебе скажу и он помогает какой то есть мы показываем что мы придерживаемся реальности ребенка мы разделяем ну вот ты знаешь кажется все чудовище которые живут в темноте они боятся света поэтому вот тебе волшебный фонарик настоящий фонарик если что если вдруг они где-то там появится ты включаешь светишь и они исчезают правда правда все вот фонарик под подушкой лежит через некоторое время это проходит или например а вот я открыл детстве такой способ что когда я накрываясь одеялком скрываю глаза и крепко засыпаю это у меня как кокон защитный туда никто не может попасть и все и вообще ни разу никто ко мне так и из тех чудовищ которые жили под кроватью так и не добрался потому что у у меня это был такой надежно как броня кокон и все точно точно принимаем реальность ребенка ну и дальше именно в ней мы оперируем тогда ребенок понимает что да мне доверять ребенок говорит что там ой в моей куколке ли у моего зайчика болит ушка мы не говорим что это ерунда все иди там сам давай попозже полечим если так или я тебе скажу ты уже сам полечишь вот вот это основа для доверительных отношений насколько можно я коротко сказал дальше был вопрос такой про свободное время сколько должно быть свободного времени у детей надо ли ребенка занимать кружками но как я понял смысл этого вопроса сергей скажи вот в пять лет сколько раз в неделю можно ходить на такие кружки на такие да сколько должно быть свободного времени сложного просто но тем не менее если очень кратко схематично некоторые родители задалбливают своих детей тем что занимает их все свободное время ребенок не успел родиться у него же все расписано вот те английские вот те изо вот те танцы вот те карате вот те вождение машин да вот там рисование и частенько в таких случаях это не то что ребенку нужно или даже то что ребенок хочет то что родители сами хотели бы для себя но это они теперь свалили на ребенок обратите внимание как только есть у вас какой нибудь настойчивая я бы сказал до грани навязчивости желание чтобы ребенок точно закончил музыкальную школу занимался фехтованием во чтобы это не стало еще что-то такое возможно это ваши желания которые вам хотелось детстве не было возможности или вам просто запретили не дали но по каким-то причинам скорее всего это взрослым не надо это вешать на ребенок ребенка должно быть свободное время впрочем также как и у взрослого ребенок должен часть времени также как и взрослый ничего не делать лениться мечтать ковыряться в носу смотреть в небо там гулять болтать с друзьями так далее вот эта идея дурацкая идея современного мира что мы должны быть все время сверх эффективные супер супер эффективны еще более эффективны все время проводить полезно там у нас каждая минутка рассчитана тут фитнес тут мы во время бега на дорожке слушаем полезный каст и заодно смотрим какую-нибудь передачку тут пока едим мы слушаем полезный каст да это все ерунда должно быть время потому что то делаем целенаправленно погружаясь на сто процентов должно быть время когда мы позволяем мыслим блуждать свободно я бы сказал что это некое трансовое состояние когда происходит переработка информации на других уровнях ребенка это тоже должно быть ребенок не должен все время ходить на кружки иначе старшим классом мы получим если все время ребенка занята чем-то полезным с нашей точки зрения мы получаем что ребенку же ничего не надо он говорит вот вы меня заставляли делать я все что вы хотели делал а теперь я ничего не хочу дайте я полежу просто спокойно и потом мы диагностируем депрессию хватаем бедного ребенка начинаем его лечить иногда даже деспитализировал просто ребенок устал от всей этой активности ребенок должно быть свободное время достаточно много и ребенок должен общаться и балдеет там за на своими делами поэтому немножко кружков может быть да но если ребенок ходит в школу у него еще пять кружков если он сам хочет это избыточно конечно же тем более для дошкольников может быть одно занятие в день два занятия ребенок не сильно хочет или сильно хочет но с утра до вечера все кружки это точно не может быть знаете какая здесь позиция что ты будешь чем-то заниматься чем чем хочешь но совсем вот совсем ничего не делать и не можешь ну допустим если ты не хочешь петь ладно а ты чё ты хочешь шахматы играть ну хорошо попробуй шахматы здесь хорошо бы чтобы мы дали ребенку возможность все попробовать что-то понравится больше что-то понравится меньше пусть пробую это развивает вообще ребенка позанимался там несколько месяцев полгода год и бросил потом ничего страшного какой-то кусочек развития ребенок получил вот так насколько мог конкретно настолько я ответил но не все время занять ребенка ребенка полезным занятиям конечно же так сергей у нас там пять минут остается пять минут и давайте коротко тогда я скажу еще вопрос у нас был про наказание как вот использовать наказание вообще что это такое в нашей культуре принято что наказать это причинить дискомфорт но классическое наказание когда ребенка лупят чуть менее классические столь в углу еще или какой-нибудь еще ужасное действие в русском языке на касс на касс корень какой касс это от слова указывать то есть основной смысл наказания не в дискомфорте а в привлечении внимания то есть мы показываем на что-то и ключевая задача наказания дает показать что вот это неприемлемо неприемлемо такое поведение так нельзя или такое отношение неприемлемо это противоречит нашим правилам до того как правило есть поэтому первое что мы делаем основной смысл наказания да это привлечение внимания второе это Это лишение комфорта и только на третьем месте создать дискомфорт. Вот если мы исходим из этих принципов, тогда наказание становится более адекватным, более понятным. И часто наказание бывает и для взрослых тоже. Они тоже в этом совместно участвуют, чтобы ребенок научился. Я эту историю рассказываю периодически, но сейчас у нас уже нет времени. Поэтому про наказание я сказал. Три компонента. Что на первом месте внимание привлечь. Потом уже идет на последнем месте всякий дискомфорт. Ну что ж. Спасибо. У нас прямой эфир заканчивается. Материала очень-очень много, поэтому у Александра есть обидение. Да, поэтому, так как материала действительно очень много, и за один прямой эфир мы, конечно, бы его весь не освоили, я думаю, что всем очень интересно. Вопросов еще очень много, да, у нас Сергей осталось. Мы поэтому обязательно с Сергеем сделаем очную встречу для всех, кому будет интересно. Это произойдет, когда у нас немножечко успокоится ситуация с пандемией. Мы сразу же встречу обозначим. Анонс будет в наших группах ВКонтакте и в Инстаграм, здесь в аккаунте. В аккаунте у Сергея. И все, кому интересно с Сергеем пообщаться дальше, задать свои вопросы, продолжить эту тему, могут записаться через наш директ на эту встречу. И как только будет понятна дата, мы всех оповестим, у кого будет желание. И всем дадим информацию уже о том, когда, во сколько, где и как вообще все будет происходить. Все, Сергей, спасибо вам большое. Все, кому интересно записаться на нашу очную встречу, пишите нам в директ нашего аккаунта «Семушка Клаб». Всех запишем и будем уже вас держать в курсе. Всего доброго всем. Сергей Владимирович, я тогда завершаю. Да, да. И все. Рад был поделиться с вами тем, что есть. Да, здорово, спасибо огромное. Если успели, то успели, да. Да, сохраняю эфир, он будет у нас в IGTV. Всего доброго всем, до свидания. Продолжение следует...